В Брестской городской поликлинике номер 3 к здоровью пациентов относится с особой ответственностью. Уже сейчас, в период сезонного подъема заболеваемости различными инфекциями, в этой поликлинике проводят вакцинацию, направленную на устранение сразу двух вирусов – гриппа и ковида. Вакцинацию от коронавирусной инфекции мы начали давно, с 2021 года. Поэтому первый этап, так называемый первичная вакцинация от коронавирусной инфекции, конечно же, уже закончена. По нашей территории 90% населения прошли первичную вакцинацию от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день мы продолжаем активно бустерную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Процент бустерной вакцинации от коронавирусной инфекции на сегодняшний день по нашей поликлинике составляет около 80%. Кроме коронавируса в этот период существует опасность заражения гриппом, который также является очень опасным для человека, а особенно для людей, определенной возрастной категории, подверженных риску. С 26 сентября этого года мы активно начали вакцинацию против гриппа. В первую очередь, конечно, вакцинацию против гриппа подлежат группы риска. Это пациенты, имеющие хронические заболевания, пациенты в возрасте старше 60-65 лет, медицинские работники и учителя. Для бустерной вакцинации коронавирусной инфекции у нас используются следующие вакцины. Это GamcovidVac, Sputnik V, первый компонент, GamcovidVac первый компонент, GamcovidVac второй компонент. И вакцина Verocel, производство Китайской Народной Республики, которая используется у нас для бустерной вакцинации беременных и беременных женщин. Для вакцинации против гриппа мы используем две вакцины. Это производство Российской Федерации Грипп Олп Плюс и также на внебюджетной, то есть на платной основе у нас имеется вакцина французского производства Ваксигрип Тетра. О том, что необходимо следить за своим здоровьем и соблюдать все правила гигиены, каждый из нас знает еще с малых лет. И несмотря на выполнение всех необходимых правил, полностью предотвратить заражение какой-либо инфекцией невозможно. Поэтому каждый неравнодушный к своему здоровью человек посещает поликлинику для того, чтобы сделать необходимые прививки. Я год назад сделал, я вообще даже не болел. То есть это уже ваша не первая вакцинация? Нет. Помогает? Как ваше самочувствие? Нормально было все. И за рулем ездил. Скажите, а вы были против или за прививку от гриба? Ну, я никогда не делал. А почему? Ну, не знаю, я то народными средствами лечусь. Меня просто приучили на работе. Это делать все время, все время. Я работала в школе. И поэтому, значит, вот необходимо было. Вышла на пенсию и вся эта привычка продолжается. И поэтому я делаю. И ни разу не болела. Делать вакцинацию или нет – личное дело каждого. Однако многие жители нашего города осознают то, что заботиться о своем здоровье – их первостепенная обязанность. Я сделала все прививки в прошлом году. И случайно я попала на стороннее воспаление легких, правой стороны. И если бы не мои прививки, я не знаю, что с мной было бы. Врач сразу сказала, говорит, вас прививки спасли. Поэтому я только за прививки. Прошлый год мне не повезло. Я перенесла ковид. Но, вы знаете, я хочу сказать, что очень-очень быстро справилась с этим недугом. Где-то в течение, может, трех-четырех дней буквально. И только потому, думаю, что у меня было сделано до этого две прививки. Так что я всем советую. Обязательно нужно проходить. Прививка против гриппа является, возможно, вариантом того, что заболевания будут проходить в легкой форме и не будут сильных осложнений. Но я считаю, что лучше делать с определенного возраста, а не делать маленьким детям, у которых может быть побочено всякие следствия после этой прививки. Наталья Хомич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, Новости Бук-ТВ.